Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем читать текст из Academic Reading ALTS History of Sport. Это книга ALTS Intermediate. Если у вас до сих пор этой книги нет, ссылка в описании видео. Ссылка на первую часть также в описании видео. Итак, поехали. Теперь часть вторая. Существует свидетельство, что китайцы занимались такими активностями, которые отвечают нашему определению спорта еще 6 тысяч лет назад. Итак, что у нас здесь? Ну, во-первых, evidence. Обращаем внимание, что единственное число стоит. И это не потому, что evidence здесь в единственном числе, а просто потому, что он неисчисляемый. Далее Chinese people. Ну, здесь все, как говорится, очевидно. А далее engaged in activities. Вот это то, чего у нас занимались чем-то, чем-то. Можно, конечно, говорить, что были заняты или были задействованы, но это кому что больше нравится. Мне больше нравится занимались. И далее деятельностью, потому что активностями это тоже такое себе. А далее вот это, which meet our definition of sport. Которая, это activities имеется в виду, вот это слово. Далее meet, без комментариев. Почему здесь s не стоит? Ну, потому что activities во множественном числе. И далее definition, определение спорта. Meet the definition, это подпадать под определение. Очень хорошая фраза. То есть отвечать определению, как бы так. И далее вот это, as early as six thousand years ago. Так рано, как шесть тысяч лет назад. Ну, совершенно не звучит. Можно было бы просто сказать, six thousand years ago, какие проблемы. Зачем вот это as early as? Это для того, чтобы показать, что еще шесть тысяч лет назад. Это просто усилитель. Не более того, никакой дополнительной информации он не несет. Он просто подчеркивает, что это было очень давно. Из этого мораль, когда мы встречаем подобные комбинации, здесь может быть as early as, as fast as, as late as и т.д. и т.д. То есть теоретически вот вместо этого early может быть, ну, не в данном, конечно, случае, а вообще может быть, ну, любое наречие. Здесь именно наречие должно быть, не прилагательное. То есть комбинация такая, as, дальше adverb. Обычно это простые адвербы, которые характеризуют быстроту, там, какую-то точку во времени, что-нибудь такое. И это будет еще, уже, как только. Вот в таком виде. Эти занятия, кажется, развились как форма развлечения, равно как и служили практической функции, делая людей способными или физически способными для работы. Итак, значит, seem to have developed. Зачем здесь to have developed? Почему нельзя просто to develop сказать? To have developed – это точнее. Это показывает нам, что это дело все было в прошлом, но все-таки 6 тысяч лет назад. Поэтому нам сейчас кажется, что 6 тысяч лет назад что-то там было формой развлечения. То есть, по сути, это прошедшее время, выраженное перфектным инфинитивом. Далее равно как, это для того, чтобы end не ставить. Далее практическая функция. И далее, обращаем внимание, кстати, что in у нас предлоги должны быть здесь. И далее feed for work. То есть, физически подходящий для работы. Достаточно сильный, короче говоря. In ancient Egypt too, sports as swimming and fishing were well developed and regulated several thousand years ago. В Древнем Египте также такие виды спорта, как плавание и рыболовля, были хорошо развиты и регулируемы несколько тысяч лет назад. Sports, виды спорта здесь имеются в виду. Здесь можно было сказать kind of sport, тоже было бы правильно. Далее such as, такие как. И дальше у нас с ингами, обращаем на это внимание. Обычно спортивные какие-то, ну скажем так, активности, они с ингами. Ну скажем так, в большинстве случаев, кроме игр, естественно. Далее well developed, иногда через defis пишется. Ну и в принципе здесь всё ясно. В Древней Греции занимались большим количеством видов спорта. Среди них были борьба, бег, метание диска и гонки на колесницах. Здесь начинаем переводить in ancient Greece. Как по мне, так лучше будет, потому что оно тогда более, ну что ли, получается как-то понятно. Почему именно так? Потому что play, sports, мы так не говорим играть в спорт. Мы говорим заниматься спортом. И тогда получается широкий спектр спорта или видов спорта были что? Занимаемые или что? Как это? Здесь пассивная конструкция. И плюс ещё вот это play. Оно очень сильно усложняет жизнь. Поэтому в Древней Греции люди, придётся ввести слово люди, нам нужен актив. Мы не можем это пассивом переводить. Значит, люди занимались разнообразными видами спорта. Вот это wide range of sports. Иначе говоря, different или numerous. Это кому что больше нравится уже. И далее forms или kinds of sports. Да, это вдвое длиннее вроде как. Ну хотя, почему вдвое длиннее? Четыре слова. И здесь четыре слова по большому счёту. Мы ничего не теряем. Это абсолютно его синоним. Если я не хочу wide range of. Потому что иногда бывают случаи, когда этот wide range of достаточно сложно сказать. Итак, далее у нас wrestling. Ну в принципе, arm wrestling на сегодняшний день прекрасно существует. Это борьба. Далее running без комментариев. Disco throwing. Метание диска. По-моему, диск метают даже сейчас на Олимпийских играх. И далее chariot racing. Ну вот этого нет. Это дает повод полагать, что военная культура Греции имела влияние на развитие её видов спорт. Ну вполне себе логично. Military culture. Военная культура. Можно милитарная сказать, как нынче модно. Но воинская. Именно воинская здесь ещё тоже хорошо было бы. Далее. They suggest. Вот это интересная фраза. Обычно suggest с людьми. То есть I suggest that. Я говорю что. Или я предлагаю что. А здесь this. Ну как это? Это говорит что? Да. Это говорит что? Но можно и пофантазировать, и сказать, это даёт нам повод сказать, что, или сделать вывод, что, ну в общем такое. Далее. Was an influence on. Обращаем внимание на предлоги. It was an importance of sports that led to the creation of the Olympic Games. Важность спорта привела к созданию олимпийских игр. Или появлению олимпийских игр. Здесь у нас фразовое выделение. То есть emphasis. В принципе, можно было сказать, the importance of sports led to the creation of Olympic Games. Это тоже было бы хорошо. Здесь делается выделение. Зачем? Ну потому что перед этим говорилось, что греки все занимались спортом. Неудивительно, что они придумали олимпийские игры. Поэтому сделано выделение. Так можно делать. Особенно, если это вывод, например, какой-то. Или главная мысль в моем спиче каком-нибудь или в моем письме. Ну, как-то так. То есть у нас вот это должно быть. Потом что. Потом the. Это обязательно. А потом главное действие. Ну и дальше зависимые слова. И обращаем внимание, перед Olympic Games должно стоять the. Едем дальше. За последние два или три столетия бег и прыжки, которые изначально были ради еды и выживания, стали занятием, которым мы занимаемся для удовольствия или для соревнования. Здесь у нас опять passive стоит. Done. Обращаем внимание, что не go, а именно done. Почему так? Потому что у нас пассивная конструкция. Нам нельзя go поставить сюда. Go running. Да. Go jumping. Да. Если это активно. А если пассивно, тогда sorry. Тогда надо изгаляться. Тем более, что здесь which. Здесь done переходит на which. Вот, что он дергает. В свою очередь, which завязано на running and jumping. И далее for, обращаем внимание на предлоги, то есть как бы ради еды и выживания. Ну и далее have become, activities, опять done, второй раз. То есть здесь можно так сделать такой вывод, что вот это which, это по сути activities. Здесь нет слова activities спереди, но оно подразумевается, поэтому done. И далее опять for, ну и далее pleasure and competition. The industrial revolution and mass production brought increased leisure in the 19th and particularly in the 20th century. Промышленная революция и массовое производство создали досуг в 19-м и особенно в 20-м веках. Итак, industrial revolution, оно должно с большой буквы, но в принципе можно и с маленькой написать, это не есть проблема, но очень часто пишется с большой. Это промышленная революция. Имеется в виду промышленная революция конца 18-го, начала 19-го века. Ну и в принципе большую часть 19-го века. Да, её называют первая промышленная революция, но это уже детали. То есть когда человек изобрёл паровой двигатель по большому счёту. Далее mass production, вот это бесподобная фраза, массовое производство. Это штампы, которые просто запомнить надо. Далее увеличили досуг. Здесь дословно так, я перевела как создали, но это не совсем верно. Здесь увеличили, то есть досуг как бы и раньше у людей существовал. Но, во-первых, не у всех, а во-вторых, не так много. И далее leisure, вот это, собственно, досуг. Не путать это со свободным временем. Free time и leisure – это немножко разные вещи. Но мы сейчас не будем говноедством заниматься, пусть это будет свободное время. Обычно считается, что досуг – это проведение свободного времени, как-то более-менее с пользой. Далее, particularly, в особенности. This led to a major growth in spectator sports and made it possible for far more people to play and watch. Это привело к большому росту зрелищных видов спорта и сделало возможным для намного большего количества людей заниматься спортом и смотреть его. Итак, this – это всё, что перед этим было. Промышленная революция, mass production, leisure. Значит, привело к, обращаем внимание на предлоги, и дальше major growth. Это большой рост. Можно сказать по-другому tremendous increase какой-нибудь, или там skyrocketing growth, что-нибудь такое. Но increase у нас только что было, поэтому куда ещё один increase? Ну, поэтому growth, ну почему бы и нет. Далее, spectator sports. Имеется в виду зрелищные виды спорта, то есть спорт как цирк, грубо говоря. Ну, то есть везде есть зрители, болельщики, но они есть практически в любом спорте. То есть все эти футбольные матчи, все эти суперлиги, супербол и так далее, и так далее. Далее, made it possible for far more people. Вот эта бесподобная фраза сделала возможным для большого числа людей, или значительно большего числа людей. Дальше to. Инфинитив стоит. Почему? Потому что у нас for to infinitive structure. Вот у нас прилагательное. Вот у нас for. Вот у нас подлежащее. Да, оно из нескольких их слов состоит. Ну и что? Что это меняет? Ну и однородные инфинитивы у нас play и у нас watch. Recently there has been a move towards adventure and extreme sports as a form of escapism from the routines of life, examples being white water rafting, canoeing and bungee jumping. В последнее время началось движение к активным или экстремальным видам спорта, как в форме бегства от рутины этой жизни. И примеры этого сплавы на плотах по горным рекам, плавание на каное и bungee прыжки. Итак, у нас recently stayed. Не мудрено, что дальше present perfect. Далее. There has been. Обращаем внимание, что это за there has been. Это же there is по сути. Но из этого морали, что there is, может в принципе быть во всех временах. Ну и в частности в перфекте тоже. Да, оно страшно выглядит, но и что? Суть та же самая. A move, движение. Дальше towards. Это в принципе to. То же самое. Adventure sports. Когда мы видим adventure sports, extreme sports, это мы все понимаем, о чем идет речь. Adventure sports. Это активные виды спорта. Это туризм, это альпинизм, это кемпинг. Горные лыжи, сноубординг. Вот это. То есть, когда человек не просто смотрит, а он активно участвует. И это действительно требует определенной физической подготовки. Обычно adventure sports противопоставляет spectator sports. То есть, вот есть активные виды спорта, а есть как бы пассивные. Ну, то есть, зрелища. Далее, as a form of escapism. Escapism. У нас так тоже это говорится, но если уж на то пошло, то это бегство. Далее, от чего бегство? Is the routines of life. Можно говорить жизненная рутина, рутина жизни или, ну, если угодно, упорядоченная жизнь, упорядоченность жизни. Это кому что больше нравится. А дальше очень интересно, потому что стоит запятая, дальше examples, дальше being. А дальше пошли какие-то перечисления. Что это такое? Это absolute participle structure. Здесь можно было бы сказать there are examples и дальше перечислить. Но можно и вот так. Being – это present participle. И examples здесь выступает сабжектом. А вот это being – это participle первый, который играет роль основного действия. И на него уже завязано whitewater rafting, там и canoeing, и всё такое. Итак, whitewater rafting – это плавание на плоту по горной реке. Именно по горной, там, где перекаты, там, где пороги есть. Поэтому whitewater. Когда мы встречаем слово whitewater, это белая вода, вот дословно. Это пенящаяся вода вот на перекатах, там, где пороги. А raft – это, соответственно, плод. Ну, canoeing без комментариев. Bungee jumping – это прыганье, ну, за одну ногу, когда привязывают верёвочку, и человек прыгает и болтается на верёвочке. Вот это bungee jumping. И здесь, наконец-то, текст заканчивается. Не такой уж он и страшный. Не такой уж он и большой. Ну, как сказать? По грамматике это вполне себе такой достойный B2. Ну, не сказать, что это супер-дупер, там что-то невероятное B2+, прямо какое-то. Нет, я бы не сказала, что это B2+. Здесь грамматика так себе средненькая. Ничего такого. Здесь интересные слова. И можно играть в увлекательную игру «Замени слово на синонимы». Тоже очень здорово. Итак, скрины в описании видео, ссылка. Весь плейлист по книге о LTS Intermediate также есть в описании видео. Ссылка на саму книгу также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok.